Помочь разрешить вопрос тем, кто в этом остро нуждается. Вот главная цель приема граждан, которая осуществляется президентом Александром Ангваб каждый понедельник. Здесь прием проходит и в остальные дни, но в первый день недели желающих лично обратиться к главе государства особенно много. Основные вопросы, волнующие граждан, связаны с оказанием помощи, восстановлением здоровья в Абхазии и за ее пределами, а также жилищные вопросы и другие обращения. Я мать двух погибших сыновей. Вот сейчас сын третий работает в СКБ, пограничником. В Осетии он простудился, там он, не в Осетии, в Сванете, простудился, менингитом заболел, да. Чуть не умер, два раза приступы были, он почернел весь до сих пор. Вот. И два месяца лежал в больнице, а сейчас уже срочно его нужно вывозить в Россию. У него через нос течет мозговая жидкость. Вот за это я пришла, доченька. В 92-93 год участвовали в боевых действиях в Абхазии. За 18 лет никогда не требовал помощи, не просил. Ну, стыдно, конечно, просить ее, но приходится идти на прием, попросить, чтобы помогли с ремонтом квартиры. В 2004 году государство выделило квартиру, но оно в неживом состоянии. Приходится снимать это, платить деньги за это, а своей жить не могу. Если большинство заявлений об оказании материальной помощи подается в канцелярию, то вопросы, которые не терпят отлагательства, решает сам президент. С 1 января по 1 июля на приеме было 2005 граждан республики. Заявление у нас принято за этот период. 3744 заявления и обращения граждан республики Абхазия. Это в основном вопросы оказания материальной помощи на лечение, на обучение, жилищные вопросы, вопросы защиты имущественных прав граждан, вопросы приобретения гражданства, коллективное обращение жильцов многоквартирных домов по благоустройству прилегающей территории, по кровле, по ремонту кровли, по ремонту лифтов, по ремонту фасадов домов. По понедельникам наряду с Александром Англа по вопросам гражданства прием проводит и вице-президент Михаил Логуа. Те, кто побывали на встрече, делятся своими позитивными впечатлениями. Вот что мне понравилось, да, действительно, пообещали помочь, что, в общем-то, проблем никаких не будет. А если возникнут где-то, то дали вот номер телефона, чтобы позвонили, обращались. Для чего нужны эти приемы и приносят ли они пользу? Мнение по этому поводу, конечно же, у каждого свое, но о несомненной пользе свидетельствует статистика. Случаев, когда глава государства не смог посодействовать разрешению проблемы, практически нет. Был у президента, но у нас проблема с водой. Меня отправили сюда жители нашего дома, ну, в Гагжевский вокзал, вот оттуда, район. Ну, вроде, решит, говорит, проблему. Нормально принял, нормально поговорили. Вы довольны? Обратилась я к президенту по личному вопросу. Ну, я очень довольна приемом, потому что уже не первый раз мне приходится обращаться к нему, будучи еще, когда он был премьер-министром и принял меня по вопросу рабочему, оказал большое внимание. Помощь оказывается многодетным семьям, семьям погибших, участникам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, инвалидам Великой Отечественной войны, пенсионерам, малоимущим и другим слоям населения. Ну, вот если в цифрах все это можно так суммировать, то вот в качестве материальной помощи оказано за этот период 12 миллионов 54 тысячи рублей. В качестве материальной помощи именно на лечение 10 миллионов 939 тысяч 592 рубля. За лечение за пределами республики государством оплачено 11 миллионов 104 тысячи 686 рублей. За обучение за этот период оплачено 648 тысяч 955 рублей. То есть ни одно заявление нерассмотренным президентом не остается без реагирования.